Заседание Президиума областного совета ветеранов состоялось в городе над Бугом. Необходимость проведения обусловлена жизнью. К сожалению, люди пожилого возраста, ветераны нередко становятся жертвами или пострадавшими от несчастных случаев или преступных деяний. В силу возраста и состояния здоровья они не всегда способны себя защитить, о себе позаботиться. Не всегда рядом есть близкие люди. Цель была такая, чтобы сохранить ветеранам жизнь и поднять, забить тревогу всем общественным организациям, чтобы и комсомольцы, и БРСМ, и другие органы, и милиции принимали самое активное участие в предупреждении таких действий. На мероприятие пригласили не только ветеранский актив, в числе участников представители организации, предприятий и ведомств, которые прямо или косвенно несут ответственность за безопасность. В данном деле взаимодействие особенно важно, а слаженная работа разных служб плодотворнее, одиночных инициатив и результат приносит быстрее. Как пример сотрудничества с Союзом молодежи. Есть волонтерское движение, волонтеры, молодые люди, они безвозмездно приходят этим бабушкам и дедушкам, оказывают содействие. То ли нужно заменить блок питания в этом автономном пожарном извещателе, то ли еще техническую работу. Он же дед уже не может и бабушка. А молодые ребята, они технически, грамотно не придут, заменят батарейку, заменят питание, батареечку. И все, и он работает. Это один из путей сохранения их жизни. В настоящее время на Брещене проживает более 336 тысяч ветеранов. Из них чуть больше 1 тысячи ветераны – участники Великой Отечественной войны. Им сегодня особенно нужна поддержка, помощь и забота. Они уже старенькие, им всем уже больше 80, даже 90 лет. И они уже имеют слабое здоровье, мы должны за ними ухаживать и смотреть, чтобы продлить им жизнь. По итогам встречи было подписано постановление с комплексом мер по улучшению взаимодействия органов власти и иных структур с ветеранскими организациями в деле укрепления безопасности людей, которые отдали десятки лет своей жизни родной земле. Воевали за нее, потом отстраивали, затем развивали и развивались вместе. Сегодня есть прекрасная возможность выразить им благодарность не только словом, но и делом.